В Калининском районе появился дом-призрак. Многоэтажку Фантом по улице Ворошилова буквально стерли с карты города. И вот уже год жильцы 70 квартир проживают по несуществующему адресу. Как так вышло, попытался понять наш корреспондент. Первой весточкой об исчезновении дома стали квитанции об оплате коммунальных услуг за последний месяц. Большинство жильцов изменение адреса сначала приняли за ошибку. Но когда один из собственников стал оформлять документы на продажу квартиры, оказался неприятно удивлен. Вот у нас женщина в полутораке, когда она продавала квартиру, она в этот обратилась, как говорится, в палату. И ей сказали, вашего дома не существует. Она говорит, вот документы все. Возмущенные жильцы собрали у дома пикет, чтобы вместе разобраться, как вышло так, что их дом стал призраком. Мы в этом доме прожили уже почти 39 лет. И мы, конечно, очень возмущаемся, почему мы из этого дома, который был раньше кооперативом «Стрела», мы должны теперь переименоваться, что у нас теперь квартир должен быть дом 55Б. Когда мы 39 лет были дома 53Б. Люди говорят, спор за многоэтажку по улице Ворошилова идет не один год. В центре скандала несколько управляющих компаний. По словам коммунальщиков, в ведении которых сейчас находится эта многоэтажка, адрес дома был изменен после голосования собственников жилья. Якобы за смену адреса высказалась большая часть жителей. Звонок от председателя кооператива был. Его позиция такая, что перенумерация дома во благо всем жильцам, чтобы мы остались именно в этом кооперативе. Но жители возмущены таким решением управляющей компанией и приводят свои аргументы в пользу сохранения старого адреса. У нас дома 53А идет в садик, 53Б, наш был 53Б, теперь мы 55-й, половина 53В, напротив дом 55-й. Если мы вызовем даже скорую, нас и так не могут найти. А тут вообще круговорот. Нас бы еще дом развернули, если бы им дали право. Примечательно, что переадресованная год назад многоэтажка на городской карте до сих пор отмечена как 53В. Мы хотим однозначно быть таким домом, но 53В, который и был, ну, надо понять, что для этого нужно вообще сделать. Я так понимаю, что это опять через суд надо. Жители дома Фантома надеются, что им все же удастся вернуть прежний адрес мирным путем. Павел Демидов, Татьяна Соколовская, Александр Петров, 31 канал.